Словосочетание Cotton Campaign многие годы резало слух не только представителей агропромышленного комплекса. Байкот на отечественный хлопок негативно сказывался на общем имидже государства, что порой становилось знаком стоп для множества потенциальных инвесторов. С самого начала своей деятельности на посту главы государства Шавхат Морзеёев поставил задачу полностью изменить подходы к процессу выращивания и особенно сбора хлопка. Был проделан колоссальный объём работы и лишь после признания заслуг Республики Международной Организации Трудам коалиция ровно два года назад, 10 марта, объявила о снятии бойкота, действовавшего 12 лет. 12 лет упущенных возможностей, не говоря уже о материальной стороне вопроса. Не только нашей коалиции, но и представителями гражданского общества и международными организациями признаётся тот факт, что в период сбора урожая хлопка-сырца принудительный труд не используется и полностью ликвидирован, подчеркнул тогда глава Cotton Campaign Беннет Фримен. Что изменилось за прошедшие два года? Об этом наш следующий материал. Действительно, бойкот негативно сказывался на экспорте хлопка. В 2010 году, когда участников бойкота было 60, наша страна поставляла на внешние рынки 2,5 миллионов кип хлопка, а к 2019 году уже всего 700 тысяч. Целых 12 лет узбекский хлопок выращивался преимущественно в интересах развития внутренней промышленности. Однако и здесь, столкнувшись с рядом проблем, отрасль попросту перестала двигаться, а говорить о каких-либо перспективах можно было лишь, основываясь на скептическом прогнозировании. Два года назад свершилось нечто большее, чем просто событие. Снятие международного бойкота на хлопок-сырец, выращенного в Узбекистане, стало новой страницей в истории отечественного текстильпрома. Главной задачей нового этапа стало привлечение инвестиций, брендов, наращивание экспорта. Для достижения этих целей была выработана дорожная карта, по которой поэтапно реализовывался целый комплекс мер, направленный на выведение отрасли в когорту драйверов. Хлопковый сектор, который был множество лет под государственным влиянием, за очень короткий период времени был приватизирован. Благодаря этому в отрасль была внедрена классерная система. В настоящее время хлопок полностью перерабатывается внутри страны. За очень короткий период времени достигли трехкратных увеличений в экспорте. До того момента, как выйти из так называемого бойкота, мы развивали отрасль до такой степени, что после отмены бойкота мы уже готовы к сотрудничеству со всеми брендами. Трансформационные процессы затронули каждый этап технологического прогресса. Кластеры стали залогом создания полноценной цепочки, от выращивания сырья до производства готовой продукции, что обеспечило стопроцентную переработку хлопчатника, а значит позволило вывозить за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью. Благодаря усилиям нашего президента произошло снятие бойкота. Мы присоединились к минифициару GSB+, который позволяет нам экспортировать более 6200 видов товаров беспошлины в Евросоюз. Экспорт текстиля увеличился. Нам был открыт весь международный рынок. Начиная с 2022 года мы тесно начали сотрудничать с европейскими брендами. В прошлом году мы экспортировали в Чехию первый свой экспорт, и в этом году мы планируем экспорт в Германию. По мнению экспертов, на данный момент Узбекистан может спокойно конкурировать с такими странами, как Таиланд, Вьетнам, Пакистан и Бангладеш. На это не могло не повлиять удобное географическое расположение. С точки зрения выхода на рынки Европы, благодаря становлению нашей страны бенефициаром программы GSB+. Со стороны Вьетнама или Бангладеша заказ в Европу поставляется за 90 дней. В этот промежуток включено производство и отправка готовой продукции. Нам, производителям в Узбекистане, без разницы, в какую точку мира необходимо отправить товар. Мы гарантируем, что в течение 45-60 дней продукция будет доставлена. Большинство стран Европы шьет свою одежду в Бангладеше или Таиланде из-за низкой стоимости производства. Они, в свою очередь, формируют ценообразование, исходя из объема заказа. Если количество товаров ниже 100 тысяч единиц, то цена повышается вдвое. Они работают с большими партиями. Соответственно, их цены в сравнении с нашими становятся одинаковыми. Положительно сказывается удобство логистической системы. Отсюда доставить товар в Европу легче. Ничего удивительного, если знаменитые на весь мир бренды начнут шить свою одежду здесь, в Узбекистане, а это многого стоит. Кроме этого, снятие бойкота полностью изменило представление об Узбекистане у зарубежных теперь уже партнеров. Начали открываться фабрики, на которых шьется одежда с бирками известных брендов. Как вы наверняка уже знаете, в Узбекистане впервые представлены марки и бренды, популярные далеко за пределами страны. Это, в свою очередь, говорит о доверии, о созданных условиях и поддержке государства. В момент, когда наша компания была в поиске партнера и места производства продукции, самым лучшим выбором стал Узбекистан. Среди трех причин. Первая – это политическая стабильность. Могу сказать, что это результат, проводимых под руководством вашего президента реформ. Вторая немаловажная деталь – это инвестиционный климат. Условия для ведения бизнеса с зарубежными партнерами. Узбекистан занимает лидирующие позиции в мире по выращиванию хлопка сырца, причем высокого качества. Мы крайне ценим это, потому что качество на первом месте. После снятия бойкота всем мировым брендам стало интересно производить свои продукции в Узбекистане. Могу привести один пример. В прошлом месяце у нас были китайские партнеры, которые производят полотно трикотажное и ткацкое полотно, которые они до этого поставляли самые всем нам мировые бренды. Китайцы даже свои сырье производят в Узбекистане и пользуются льготами, бенефициаром 10П+. Немаловажный факт – это рост уровня локализации материалов, ранее импортируемых извне. Тем самым решается вопрос не только развития и наращивания производства, но и создания новых рабочих мест. Во времена, когда мы только начинали, мы сталкивались с проблемой отсутствия местного производства материалов для пошива одежды. 80% завозилось из-за рубежа, и лишь 20% выпускалось здесь, в Узбекистане. На данный момент все наоборот. Стало легче работать. Интерес стран Европы был низок, поэтому и экспорт невелик. Примечательно, но усилиями вашего президента сделано все, чтобы решить этот вопрос. Сократить по возможности поставки полуфабрикатов в зарубежные государства. Теперь Узбекистан полностью перерабатывает свой хлопчатник. Бренды, которые ввиду бойкота сотрудничали с другими странами той же Южной Азии, постепенно переходят к вам. По качеству текстильной продукции, произведенной в Турции и в Узбекистане, нет разницы. Проблем нет. Я уверен, что это только начало, а Текстильпром ждет еще больший успех. Текстильные предприятия начали стремиться к получению международных сертификатов, позволяющих выходить на новые рынки. Таких по республике 175. Вместе с этим в прошлом году было обеспечено участие свыше 400 местных предприятий. На 16 крупных международных выставках организовано несколько бизнес-миссий в 5 государств. Европейские страны всегда поддерживают тех, кто открывает двери для сотрудничества. Ваш президент всегда смотрит в перспективу. Это можно понять, сдавая оценку принимаемым решениям. После снятия бойкота ставка была сделана не на выращивание сырья, а на развитие промышленного комплекса. Это еще одна причина нашего выбора в пользу Узбекистана. Заметно облегчились вопросы логистики, что положительно сказалось на работе в целом. Экспортные показатели не перестают вбить рекорд ежегодно. В текущем году ожидается довести поставки текстиля за рубеж до 7 миллиардов долларов. С точки зрения организационных вопросов, Узбекистан выполнил все, что можно было бы. Нынче задача стоит в рекламе. В вашей стране крайне необходимо популяризовать свой бренд за рубежом. Продукция должна стать интересной для иностранных граждан, потому что в вашем распоряжении сырье, которым может похвастаться не каждая страна. Наша компания с нестерпением ждет встречи с партнерами из Узбекистана. Если у вас будут часто проходить международные конференции, выставки и мероприятия, то вы без каких-либо проблем найдете себе инвесторов в любой сфере. Безусловно, для того, чтобы вернуть то доверие, которого не было при бойкоте, нужно было время. И на мой взгляд, оно настало. Я уверен, что в ближайшей перспективе Узбекистан станет основным поставщиком текстильной продукции в мире. Исторические изменения в текстильной промышленности стали залогом успеха, о котором говорить даже несколько лет назад попросту не приходилось. Поддержка государства, причем на всех этапах производства готовой продукции из отечественного сырья, придают мощный импульс для функционирующих сегодня предприятий, что не может не сказаться на общей картине прогресса. В то же время, по мнению аналитиков, для более впечатляющих результатов необходимо предпринять еще определенный ряд шагов, которые позволят республике выжить максимум из сложившейся благоприятной ситуации. Но это, как говорится, уже другая история.